Паруса подняты, корабль снаряжен, а команда сформирована. В Минске у Дворца спорта прошел республиканский праздник выпускников высших учебных заведений «Паруса мечты». Помимо концерта с участием белорусских популярных исполнителей и хедлайнера, певицы Клавы Коки, для выпускников подготовили эксклюзивное шоу на реке Свислочь. Спойлер, корабль «Алые паруса» уже отправился в экспедицию по исполнению желаний выпускников. Телеверсию зрелищного концерта смотрите в воскресенье в 16 часов на «Беларуси-1». Но прежде немного атмосферы праздника в репортаже Нины Можейко. На один вечер набережная реки Свислочь превратилась в волшебную пристань исполнения желаний. Лучшие представители молодежи из всех регионов Беларуси оказались в одной точке в одно время. Приехали уже дипломированными специалистами. Я закончил БГУИР, факультет компьютерной системы сетей. Я думаю, что наше образование, все за рубежом знают, что именно программисты белорусские вести ценятся. Мы представляем белорусский государственный университет! Ура! 44,5 тысячи выпускников у нас в этом году из учреждений высшего образования. И порядка 17,5 тысячи из них станут молодыми специалистами. Это очень важно, приятно. Они придут работать с нашей школы, учреждения здравоохранения, на наши заводы, предприятия. Поэтому уверен, что это самые лучшие, самые классные специалисты, потому что белорусское образование – это знак качества. Праздник в формате Open Air совершенно точно сближает. Только в этот вечер министр образования или ректор любимого вуза позирует для фото на память в телефонах выпускников. Я просто заметила, что все ребята по каким-то тусовкам, по отдельным группам. У ректоров есть своя тусовка? У ректоров всегда есть своя тусовка. Но, конечно, мы приоритет отдаем. Я лично своим студентам, без встречи, без каких-то напутственных слов, без совершенно теплых таких, скажем, обменов мнениями, не обходится ни о том мероприятии. Конечно, помню свой и выпускной, но, к сожалению, он был не таким ярким эмоциональным, как сегодня. Другой формат был. И полагаю, что сегодня вот этот праздник, который подготовили для ребят в таком замечательном месте, в центре Минска, с замечательными артистами, с хорошей программой, запомнится на всю жизнь. Их талант и усилия – национальное достояние. Значит, поощрение – вклад в общее будущее, которое ребята видят достаточно ясно, несмотря на такой волнительный момент своей жизни. Конечно же, как-то обустроить быт свой, в первую очередь, быт и служба. Поаплодируем нашим артистам! Служить и служить только до генералов! Чтобы угодить выпускникам, организаторы даже провели опрос и предложили им самим составить плейлист праздника. Вышло хитово, танцевали все, но старались на рекорд. Как писал Грин, море и любовь не терпят федантизма, поэтому сегодня все формальности долой. Тем более, когда речь идет о танцболе – долой и каблуки. Большому кораблю, как известно, большое плавание. Даже если судно омывают отнюдь не морские, а речные волны. Паруса мечты поднялись на свеслочью и заодно подняли все самые сентиментальные чувства участников праздника. Заставили сердца всех присутствующих биться в унисон. Очень круто, честно, невообразимые эмоции просто ощутил. Просто захватывает дух, честно говоря. Попутного ветра и исполнения желаний. От Нины Можейко, Алексея Петрова и Виталия Саплицы. Агентство теленовостей.